МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Брянской губернии время новостей. В студии Александр Новиков. Здравствуйте. Брянская область официально стала частью федерального туристического проекта «Императорский маршрут». В Москве губернатор Александр Богомаз поставил свою подпись под трехсторонним соглашением с Ростуризмом и фондом Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Все подробности в нашем следующем материале. На счету Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества десятки реализованных научно-практических и благотворительных программ. Поддержка отечественной культуры – одно из главных направлений работы. Сохранять историю царской семьи Романовых и рассказывать о непростой и трагической судьбе последнего императора, а еще возрождать святыни. Знакомить российских и зарубежных туристов с богатейшим историческим наследием нашей страны и призван императорский маршрут. Первый этап маршрута дал потрясающие результаты. Мы поняли, что мы движемся в правильном направлении. Второй этап был посвящен местам памяти царской семьи и местам их пребывания. То есть речь идет о восстановлении усадеб, великокняжеских усадеб, дворцов. От Пскова до Перми, а еще Тобольск, Тюмень, Омск. Десять регионов уже в императорском маршруте. Брянская область, а если быть точнее Брасовский район, поселок Локоть, стали частью федерального туристического проекта. С богатым наследием брянской земли теперь смогут познакомиться туристы из разных уголков нашей страны и иностранные гости. Императорский маршрут презентовали в Вене, Риме, Париже и Белграде. Это сегодняшнее мероприятие, когда еще девять регионов, помимо десяти уже присоединившихся, захотели присоединиться к этому замечательному маршруту. Анна Громова в июне побывала на брянской земле. Познакомилась не только с древними светлинями, но и оценила масштаб праздника под сенью Брасовских аллей, посвященного дому Романовых. Брянщина тоже тесно связана с императорской семьей. На месте, где некогда возвышался усадебный дом брата царя, Михаила Романова и его супруги Натальи Брасовой, ежегодно проходят торжества. Большевики уничтожили постройку, но не сумели стереть память. Праздник под сенью Брасовских аллей вошел в топ-200 лучших культурных событий России. К императорскому маршруту уже проявляют большой интерес российские и зарубежные туроператоры. Заключение трехстороннего соглашения о развитии национального туристского проекта даст новый импульс развитию туристического потенциала регионов к сохранению их историко-культурного наследия и реализации новых просветительских программ. Елена Лыщицкая для программы события. В Брянске открылись 14-е образовательные чтения Центрального федерального округа «Великая победа. Наследие и наследники». Крупнейший церковно-общественный форум собрал представителей Русской Православной Церкви, государственной власти, педагогического сообщества и общественных деятелей, которые несколько дней будут обсуждать вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. За годы проведения форум стал авторитетной дискуссионной площадкой, представляющей широкие возможности для общения и диалога между представителями самых разных сфер общественной жизни. В этом году образовательные чтения имеют особое значение. Они проходят в преддверии 75-летия Великой Победы. Эта знаменательная дата сподвигает нас вновь и вновь перелистывать страницы истории, устанавливать новые имена героев, находить места захоронения своих родных, открывать интересные факты. И было бы знаменательно, если бы педагоги в рамках учебной и внеурочной деятельности стали бы привлекать к исследовательской и историко-краеведческой работе своих учеников. Сегодня нам предстоит обсудить насущные вопросы и принять совместные решения в деле сохранения богатого духовного наследия нашей страны и передачи его нашим наследникам, детям и молодежи. Проведение такого крупного мероприятия именно в Брянской области – это знак признания опыта и достижений нашего региона в сфере патриотического воспитания молодежи. Патриотизм – это основа и фундамент государства. И в этом направлении мы ведем большую работу совместными усилиями с общественными и религиозными организациями. На это направлен областной закон о патриотическом воспитании в Брянской области, который регулирует государственную политику в сфере патриотического воспитания, формирование у граждан чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Целенаправленную работу в патриотическом воспитании молодежи проводит областной штаб юноармейского движения. Брянская область одной из первых в стране влилась в движение юноармия. Клятву юноармейства произнесли уже более 14 тысяч юных брянцев. Активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения принимает и брянская епархия. Под ее патронажем в регионе уже несколько лет проходят военно-исторические загородные лагеря. Организована работа Центра волонтеров. Помимо всего прочего, помимо этой практики, они еще общаются с ветеранами, посещают их, общаются с представителями старшего поколения, которые отличились, так сказать. И у них перенимают определенный опыт. В первую очередь это выражено в любви к своему отечеству, к ближнему. А для христианина это самое основное – любить ближнего, любить ту страну, в которой ты живешь. На форуме собрались те, кому не безразлична судьба наследия и наследников Великой Победы. В первую очередь это учителя и преподаватели. В рамках форума прошла торжественная церемония награждения победителей межрегионального этапа конкурса за нравственный подвиг учителя. Личность человека играет огромную роль. Вот, наверное, своим примером, тем, что мы все время с детьми, то ли это раннее утро, то ли это поздний вечер, то ли это каникулы, новогодние праздники, мы все время рядом с детьми. И они, понимая, что мы отдаем частичку семейного своего счастья, может быть, какого-то им, они идут нам навстречу. И поверьте, дети очень чутко относятся к тем людям, которые делают для них вот такое большое дело. Авторитетное жюри отметило и работу преподавателей и учеников Унечской школы номер один. Свой труд ребята из Унечи посвятили храмам и монастырям своей малой родины. Мы с детьми собрали огромный материал, работали с библиотекарями, с краеведами, посещали храмы. И в результате у нас получилась очень богатая информация, собрали богатую, и все это вылилось в работу. Работа очень интересная, опознавательная, представляет историческую ценность для нашего района. Работа форума продолжилась на нескольких тематических площадках, в учреждениях культуры и образования областного центра. Здесь прошли научно-практические конференции, круглые столы, мастер-классы и презентации. Дмитрий Кузнецов, Владислав Пискунов. События. Брянск. Завершаются капитальные ремонтные работы в Майском парке. Уже установлены детские площадки, засеян газон и построен долгожданный скейт-парк. В ближайшие дни планируется запуск фонтана. Ремонтируется парк по инициативе губернатора. Работы ведутся и во Дворце культуры БМЗ. Все подробности у Марии Селевестровой. Яркие детские площадки, новое освещение, просторная летняя сцена. И, конечно, главная фигура Майского парка – фонтан, который и станет финальным штрихом ремонтных работ. Работы уже вышли на финишную прямую. Практически на 99% смонтировано все оборудование. В данный момент идет настройка фонтанного оборудования. Как вы прекрасно видите, детские площадки, скейт-прощадки, веревочный парк. Он уже полон людей, детей. Учесть все инженерные требования наладить водоснабжение и электричество. Работают над главным объектом парка пять бригад. Его главная особенность – коллекция из 15 разных музыкальных композиций, которые будут синхронизироваться со светом и подачей воды. Качели не только для детей, но и для взрослых. Прочное покрытие на площадках. Снизу слой бетона. Сверху прорезиненная поверхность, которая защищает от травм. Самое главное, что детям нравится. Поэтому хорошо и мы довольны, что детям есть где энергию свою реализовать. Отлично стало в парке. Нам очень нравится. Очень здорово. Современные тренажеры и турники на свежем воздухе. Для занятий физкультурой – отдельное место. А для любителей экстремальных видов спорта – скейт-парк. Пока единственный в Брянске. Усовершенствовать опасные трюки и выучить новые. Ученик четвертого класса Руслан приходит каждый день. Говорит, что такой парк – исполнение его давней мечты. Крутые трамплинчики. Удобные. Ну, почти не скользят. Он очень красивый. Спасибо губернатору, что построил этот комплекс. Потому что больше нигде нельзя было кататься. Вся территория парка застелена новым газоном. Зеленый настил уже прижился. А после зимы трава будет еще насыщеннее и гущей. Яркое светодиодное освещение, удобные лавочки, урны и туалеты, которые будут открыты круглый год. Во всем парке установлено видеонаблюдение. Для жителей Бежицы это очень большое дело. Потому что парк, в том состоянии, в котором он был, он, конечно, был заброшен. И сейчас мы видим, что он полон людей. И, конечно же, я уже с уверенностью могу сказать, он уже стал центром Бежицы, центром отдыха Бежицы в том виде, который он сейчас есть. И, конечно, это очень замечательно. Контролировал ход ремонтных работ в майском парке лично губернатор. Новый, усовершенствованный комплекс, инициатива Александра Богомаза. Спокойный лазурно-голубой цвет фасада, к которому жители Бежицы уже успели привыкнуть. Обновленные колонны и лепнины на них. Капитальный ремонт продолжается и во Дворце культуры БМЗ. Все это по региональному проекту «Культурная среда». А это часть нацпроекта «Культура». Масштабные работы ведутся и внутри здания. Мы уже сделали пол, это керамогранительная плитка. Что сейчас на данный момент делается? Это делается монтаж дверей индивидуальных, которые мы лично прорисовывали по стиху, либо индивидуальным размерам. Происходит монтаж лепнины, то есть мы отрисовывали индивидуальную лепнину, то есть это и дверные наличники, и оконные наличники, и наличники вокруг рамы. Сохранили историческую лепнину. Часть отреставрировали, а часть отливают по индивидуальному заказу. Во всем здании установлены двери в классическом стиле. Работы ведутся и в самом сердце Дворца культуры. Полностью реконструируется сцена и зрительный зал. Сейчас дизайнер подбирает цвет обивки и штор. И, конечно, историческая люстра. Ее реставрируют брянские мастера. Хотелось бы максимально не только сохранить стиль, но и добавить новые лепнины, которые будут вместе со старой сочетаться. То же самое касалось и фасаду. То есть не было желания и смысла делать фасад в каком-то современном стиле, обшать какими-нибудь панелями, штукатурами, просто сохранить в том стиле, в котором мы были. Строительные работы идут по графику. Уже совсем скоро обновленный Дворец культуры БМЗ станет главным культурным объектом Бежицкого района, а майский парк – местом отдыха для жителей города и его гостей. Мария Сильвестрова, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Члены Совета сформировали и утвердили повестку второго заседания Брянской областной думы седьмого созыва. Совещание возглавил исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания региона Сергей Антошин. Депутатам на ближайшей сессии предстоит принять решение о назначении на должность мирового суди, а также рассмотреть ряд доработанных законопроектов. Брянская областная дума фактически обновилась на 70%. Поэтому это новые коллеги, новые депутаты, новые идеи. И я думаю, что этот политический сезон в лице марафона пятилетнего будет для жителей Брянской области плодотворен. В память о героях. В Брянской области продолжается реализация программы инициативного бюджетирования. Жители Суража в ходе общественных слушаний решили за счет бюджетных средств реконструировать мемориал воинам, погибшим в ходе освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Это место хорошо знакомо каждому жителю Суража. Здесь, под гранитными плитами, в братской могиле покоится 300 бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни при освобождении города в сентябре 43-го. Данные проекты считаются социально значимыми. Напротив данного комплекса располагается профессионально-образовательное учреждение Суражский педагогический колледж имени Пушкина. Между прочим, в этом году ему исполняется 110 лет. Поэтому необходимо создать все условия для патриотического воспитания подрастающего поколения. Именно студенты колледжа, которые долгое время ухаживали за мемориалом своими силами и стали инициаторами разработки проекта и участия в программе инициативного бюджетирования. Поддерживали мы его, но состояние было довольно-таки плачевное. И когда приезжало руководство района, города, мы всегда говорили о том, что необходимо плитку нужно было обязательно поменять, потому что она была уже не в том виде, которое должно быть на памятнике, которое увековечивает память наших воинов. Когда выступили с этой инициативой, руководство поддержало. По проекту на площади перед мемориалом уложили брусчатку, установили бордюры и оборудовали стоянку. По программе «Комфортная городская среда» обновлен и сам мемориал. Одна из главных особенностей программ – участие самих жителей во всех этапах реконструкции. К общему мнению здесь сразу пришли. И вот это вот дополнительные места для того, чтобы занести туда имена тех, кто здесь лежит, они сделаны в связи с тем, что постоянно находят новых. Все время у нас поисковые группы работают здесь и все время находят, мы перезахоронение делаем постоянно. Напомним, проект инициативного бюджетирования действует в Брянской области уже второй год по инициативе губернатора Александра Богомаза. В этом году по всей области будут реконструированы и построены 89 объектов социальной инфраструктуры. Это парки, скверы, мемориалы и детские площадки. Из регионального бюджета на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Дмитрий Кузнецов, Владислав Пискунов. События. Сураж. Брянские школьники стали призерами второй военно-патриотической игры старшеклассников «Наша сила в единстве». Брянскую сборную, которая заняла почетное третье место, честовали руководители города. Эти соревнования «Наша сила в единстве» вторые проходили в Гудермесе. Несколько дней команды старшеклассников из 14 городов России состязались в 15 номинациях по дисциплинам начальной военной подготовки. Сборка и разборка автомата, оказание первой помощи, стрельба, военизированная эстафета, интеллектуальные задания для капитанов. Планка достаточно высокая. Многие хотели это место занять. Разрыв между командами очень мал. И в принципе любой провал в любом конкурсе мог стоить и призового места, может даже и ниже. В команде 10 человек, учащиеся брянских школ. Подготовку начали в июле. Тренировались в лагере «Орленок». Все мы достаточно давно занимаемся этим делом. И когда мы все сошлись в одну команду, мы нашли общий язык и смогли достичь результата. Участники брянской команды говорят, все ехали побеждать. Бороться было сложно. Соперниками наших ребят стали школьники из Архангельска, Белгорода, Великих Луков, Владикавказа, Кронштадта и Нальчика. В результате наша команда уступила только сборной Грозного и представителям Малоярославца. Теперь в планах у многих участников команды поступление в военные училища. Екатерина Зойдина, Екатерина Пормон. События. Брянск. В Брянской школе номер 9 прошел урок добра. Организаторы, благотворительный фонд «Ванечка» и Брянская областная детская библиотека поговорили с ребятами о добре и зле, рассказали, что значит быть милосердным. О своих добрых делах вспомнили и сами ученики. Обычно меня мама просит помочь ей убираться в квартире, но иногда, когда она на работе, она приходит уставшая, и я без просьбы помогаю ей по квартире убирать. Все добрые дела, которые есть, они все проходят сквозь наше сердце. «Ванечка» – благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Под его опекой более двух сотен детей. Только в этом году фонд провел 500 мероприятий. Номинирован на Всероссийскую премию «Лицо нации». Урок доброты «Ванечка» и областная детская библиотека подготовили вместе. Вообще школа номер 9 города Брянска и «Ванечка» дружат давно. Мы оказываем им благотворительную помощь. Мы выступаем с концертами в детской областной больнице. И у нас все мероприятия благотворительные, которые проходят в школе, связаны именно с этим центром. За партами ученики четвертого класса рассуждают, что такое добро. На примере сказки «Цветик-семицветик» размышляют, что приносит больше радости. Помощь другим или удовлетворение собственного «хочу». Женя не получила от источков никакого счастья, она потратила их попуску. Ей они не принесли счастья. У нее появился новый друг, с которым она смогла... Так. Уроки добра фонд «Ванечка» проводит по всей области. Недавно были в почепе. Когда учитель заинтересован такого рода понятие, что такое милосердие, доброта, любовь и забота, донести детям. Ну, по разным средствам. А чаще это через нас, потому что мы можем детям это дать в какой-то легкой форме и рассказать так, как мы это чувствуем. Естественно, мы тогда пребываем в школы. Такие уроки не проходят даром, уверены организаторы. Ребята начинают участвовать в благотворительных акциях, проникаются чувствами. Многие наши дети, я хочу сказать, добрые. И после вот таких уроков они выходят немножко задумчивые. И вот я сейчас вышла в коридор, и там дети обсуждали. А я хочу сегодня сделать вот это. А я вчера сделал, например, вот это. Я в субботу нашла маму с котятами. Теперь я хожу, кормлю. Они бездомные. Пытаюсь их раздать. Я помог второкласснику. Он забыл сделать домашнее задание. Он очень сильно переживал. Я ему сказала, что успокойся, всё хорошо. Он успокоился, почитал параграф. И я его после занятия встретила, спросила, как всё хорошо. Он сказал, да, хорошо. Меня не ругали. Уроки доброды пройдут и в других брянских школах. Все желающие смогут поучаствовать в акции «Коробка храбрости», сборе небольших и приятных мелочей и игрушек для тяжело больных детей. Марина Николаева, Екатерина Пормон, Александр Жучков. События. Брянск. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, сегодня возле Кафедрального собора прошла акция «День православного донора». Передвижная лаборатория работала с раннего утра и до обеда. Участники акции – служители епархии, прихожане и жители города. За 4 часа работы мобильного пункта 30 литров цельной крови сдал 61 человек. Акция уже стала традиционной. С каждым годом растет число доноров. В Брянске стартовала оперативно-профилактическая операция «Встречная полоса». Продлится она вплоть до 19 октября. Главная цель – предупредить дорожно-транспортные происшествия из-за нарушения правил обгона и выезда на встречку. За 9 месяцев текущего года в Брянске зарегистрировано 11 аварий. Всему виной – лихачи, которые, нарушая правила, обгоняли и выезжали на встречку. Результат – 23 человека получили травмы. К административной ответственности привлекли 248 водителей. В рамках операции «Встречная полоса» проходят ежедневные рейды и сплошные проверки. Выявляют нетрезвых водителей, тех, кто нарушает правила перевозки детей. Сотрудники госавтоинспекции города проводят информационно-пропагандистские акции, а также разъяснительную работу с водителями. С начала года в Брянске зарегистрировано 122 столкновения. 8 жертв, из них двое дети и 177 человек с травмами. Госавтоинспекция Брянска в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Не забывайте о ремнях безопасности, используйте детские кресла для маленьких пассажиров. Если вы обладаете информацией о факте управления транспортным средством нетрезвым водителем, либо поведение автомобилиста вызывает сомнения в его адекватности, а также, если вы располагаете информацией о нарушении правил обгона, сообщите данные сведения в дежурную часть ГИБДД города Брянска по телефону 74-7102 или ближайшему наряду ДПС. Разместите запись видеорегистратора в соответствующих группах в социальных сетях, направьте информацию в СМИ. Сплоченность общества в вопросах недопущения водителями нарушений ПДД поможет предотвратить неминуемую беду. Четыре золотые медали на агро-выставке «Золотая осень» получил Брянский молочный комбинат. Какие новинки представил БМК, расскажем далее. Брянский молочный комбинат сегодня – это переработка до 500 тонн молока в сутки. Это более 140 наименований продукции. Это 40% от общего молочного производства Брянской области. Охват 37 регионов России. Купить продукцию БМК сегодня можно в магазинах от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Даже когда вы летите в самолете, вы видите молоко Брянского молочного комбината. В этом году мы представляем наш новый продукт – это ультрапастеризованную продукцию. Проект был запущен совершенно недавно, буквально в декабре 2018 года. В связи с этим продолжаем развивать этот бренд. С новинками компании знакомится губернатор Александр Богомас. БМК – хорошо известный по всей стране бренд. Это качественные и натуральные молоко, сливки, сыр, масло и другие продукты. Брянский молочный комбинат ставит задачи на перспективу развития. Сейчас мы ведем масштабную реконструкцию нашего предприятия с целью улучшения условий для выпуска продукции, увеличения объема производства выпускаемой продукции. Эта работа постоянно ведется. На агровыставке «Золотая осень» Брянский молочный комбинат завоевал 4 золотых медали. Это вклад в общую победу Брянской области на всероссийском уровне. Благодаря таким предприятиям, как БМК, наш регион получил гран-при. Андрей Мамошин, Игорь Винничук, Максим Кузнецов. События Москва. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв и на наших страничках в самых популярных социальных сетях. Спасибо за внимание. Хороших вам новостей.